Ретро-бонусы, входные, плата за полочное пространство. Местным производителям приходится выкладывать немалую копейку за то, чтобы их продукция была выставлена на магазинных полках Улан-Удэ и Бурятии. Причем конкуренция сегодня относительно высокая. Порой приходится соперничать не только внутри республики, но и с иногородними поставщиками продукции. Для того, чтобы объемы реализовать свои производимые продукты, мы вынуждены идти на условия хотя бы для того, чтобы попасть в какой-то небольшой метрополке. Поэтому, как правило, работа с торговыми сетями, она в какой-то мере вообще низкомаржинальная, а по отдельным группам продукции она убыточная. Проблема давнишняя, уже она длится не первый год. Местным производителям очень трудно зайти в сеть. Например, наши компании не будут голосованы. Мы с абсолютными не работаем. Три года с николаевскими сетями два года. Проблема одна. То есть, это нужно платить входной бонус и давать очень низкую цену, ниже себестоимости. Если раньше ретро-бонус или, другими словами, вознаграждение, выплачиваемое ритейлером, был равен порядка 10%, после введения закона он был уменьшен ровно вдвое. Нельзя будет торговым сетям навязывать дополнительные услуги. Вводится запрет на так называемый входной билет. Причем, за неисполнение этого закона предусмотрено реальное наказание, которое как раз предусмотрено внесением изменений в административный кодус. Сумма штрафа внушительная до 5 миллионов рублей. Кроме того, увеличен срок давности привлечения к ответственности за нарушение с двух месяцев до одного года. А вот срок от строчки платежи, наоборот, сократили. Однако проблема с оплатой товаров для компаний-изготовителей все еще стоит довольно остро. Если государство взвелось регулировать торговую деятельность, это, получается, конечно, касается сроков оплаты за товар. Потому что на данный момент у нашего предприятия существует, скажем, такая задолженность торговых сетей других покупателей. Перед нами порядка 10-13 миллионов ежемесячно. Но платежи идут, обороты идут, но при этом сумма этой задолженности не уменьшается. Главная цель принятия новых норм – это равный доступ к потребителю всех товаропроизводителей и повышение спроса на местную продукцию. Инициаторы закона также надеются на снижение цен на продукты питания. Тем не менее, в полной мере нововведения заработают только после Нового года. Пока же поправки лишь на бумаге. На текущий момент могу сказать, что никаких шагов со стороны сетей не было предпринято для того, чтобы вывести нас на переговоры. Поскольку я так подозреваю, что они не совсем ожидали, что этот закон повердится. И, наверное, до сих пор еще не готовы к тому, чтобы определить для себя требования для нас. Уже на следующей неделе пройдет еще один круглый стол. На этот раз соберут только ритейлеров. Но смогут ли обе стороны прийти к консенсусу? Наталья Домбаева, Юрий Шабаганов, Первая альтернативная.